Дедушка Анастасия Прадед, когда в тайге его увидел, молчал всё время, и глаза его в пространство смотрят, словно сквозь человека. Мы сели с дедушкой на лавочку. Я спросил его, а как же вы добрались и меня нашли? Да не такая уж проблема добраться и тебя найти с помощью Анастасии. Ну вот надо же, родила она. Сказала, что родит, и родила. Да, одна в тайге, не в больнице. Больно, наверное, было ей. Кричала? Это с чего же больно должно было быть ей? Ну, женщины, когда рожают, им же больно. Некоторые даже умирают при родах. Ну, больно бывает только тогда, когда зачат человек греховно, вследствие утех плотских. За это женщина и расплачивается болью при родах и муками жизни в последующем. А если зачатие с иными устремлениями произошло, боль лишь усиливает урожающее ощущение великой радости творения. А куда же боль девается? Ну, как она может радость усиливать? Женщину, когда насилует, она что испытывает? Ну, конечно же, боль и отвращение. А когда сама отдается, то та же боль в другие ощущения переходит. Вот такая разница и при родах бывает. А, значит, Анастасия без боли родила. Ну, конечно, без боли. И день выбрала подходящий, теплый, солнечный. Как выбрала? Рожают ведь неожиданно. Неожиданно это, когда зачинают нечаянно. А так, на несколько дней мать всегда может задержать или ускорить появление младенца. И вы не знали, когда она родить должна? И не стремились ей помочь? Ну, в этот-то день мы почувствовали. День прекрасный был. Мы пошли на ее полянку. На краю полянки медведицу увидели. Ревела она от обиды. Ревела и лапой по земле изо всех сил колотила. А Анастасия лежала на том месте, где мать ее родила. И комочек маленький, живой, у нее на груди. Волчица его облизывала. Ну, а медведица почему ревела? На что обиделась? Волчицу Анастасия позвала, а не ее. Ну, так сама бы и подошла. Без приглашения они никогда не подходят. Ну, представь себе, какое столпотворение получится, если они без приглашения будут приходить. Ой, интересно, как она сейчас справляется с ребенком? Ну, поехал бы и посмотрел, раз интересно. Ну, она же сказала, что я не должен общаться с ним, пока там не очищусь от чего-то. Надо по святым местам проехать сначала. Просто достаточного количества денег пока нет. Ну, мало ли что она логичная сказала. Ты же отец. Действуй сам, как считаешь нужным. Накупил бы ползунков разных, пеленок, распашонок, погремушек. Да и потребовал бы одеть ребенка-то по-нормальному, не мучить его. А то он голенький совсем, в лесу. У меня такое желание возникало, как услышал о сыне. Да я так и сделаю. А вот про логичность вы точно подметили. Наверное, потому и у меня к ней чувства какие-то, ну, непонятные. Но сначала удивление. Теперь уважение все же появилось. И еще что-то непонятное. Но не такое, как любовь к женщине. Я помню, какое чувство было, когда влюблялся раньше в женщину. А сейчас что-то другое. Да, наверное, невозможно ее любить обычной любовью. Что-то мешает. Может, как раз ее аллогичность и мешает? Аллогичность Анастасии Владимировне. Не глупость. Кажущаяся ее аллогичность духовные законы из глубины Вселенной извлекает. А может, и новые создает. Светлые силы и темные замирают иногда от ее кажущейся аллогичности. А потом вдруг ярче вспыхивает уже известная всем простая истина бытия. Да не всегда и мы ее можем понять. Хоть и внучка она наша на глазах росла. А раз не всегда понимаем, то и помочь существенно не можем. Потому часто она одна остается со своими устремлениями. Совсем одна. Ну вот с тобой и встретилась. Открылась вся тебе и другим через книжку. Воспрепятствовать хотели мы. Любви ее воспрепятствовать хотели. Непонятен и абсурден выбор ее казался. Ну, да мне и сейчас ее выбор не понятен. Читатели тоже вопросы задают. А кто вы такое спрашивают? Почему вас выбрала Анастасия? А я ответить не могу. Ну вот понимаю, по всей логике рядом с ней должен был оказаться какой-нибудь ученый или духовный человек. Он бы и понятия смог и полюбить. И пользы они вместе больше бы принесли. А мне свою жизнь менять приходится. Разбираться со многими вопросами, которые для других более посвященных уже давно ясны и понятны. А, жалеешь теперь, что жизнь поменялась твоя? Ну, не знаю, не знаю. Осознать пока все пытаюсь. А на вопрос, почему она меня выбрала, людям так и не могу ответить. Ищу и не нахожу ответа. И как же ты его ищешь? Ну, в себе разобраться пытаюсь. Кто я такой? Ну, может быть, в чем-то выдающейше, да? Ну, думаю, что-то есть. Есть. Ну, говорят же, подобное подобно притягивается. Владимир, а тебе Анастасия о гордыне, самости говорила? Ну да, говорила, что это смертный грех, уводящий человека от истины. Не выбрала тебя, Владимир, не выбрала, а подобрала. Как никому ненужное и отжившее, подобрала. Мы это тоже не сразу определили. Что, обиделся? Не совсем я согласен с вами. У меня семья была, жена, дочь. Дела в бизнесе шли неплохо. И пусть я не выдающийся, но только не из последних, чтобы подбирать, как бомжа, но или что-нибудь ненужное, брошенное. С женой у тебя в последнее время любви не было. У тебя своя жизнь и интересы, у неё своя. Только быт и объединял вас, а скорее инерция прошлых чувств, со временем всё более затухающих. Дочери с тобой говорить тоже не о чем, бизнес твой её не интересовался, только тебе и казался он значительным, доход материальный приносил. Это сегодня доход, а завтра ничего. Или убыток, разорение. Да и болен был ты. Чуть совсем не загубил желудок. С твоим-то образом жизни разгульным. Да не выкарабкаться тебе из болезни твоей. Всё было кончено. И не было ничего. А вам-то что? Ей я зачем? Для эксперимента? Расчёт какой-то сделала? Она просто полюбила Владимира. Искренне, как во всём. И счастлива, что не взяла из вашей жизни никого, способного принести радость другой женщины. Не поставила себя в привилегированное положение. Рада тому, что она, как и все, женщины. А, значит, это блажь её. Хоть, чтобы, как у всех женщин, было. Курил, гулял. Ну, надо же, какое самопожертвование для блажи. Её любовь искренне, без блажи и расчётов. Вот, казавшаяся поначалу аологичной, светлому и тёмному, нам и другим, она ярко в реальности высветила понятие и смысл любви. Не словами, поучениями, наручениями, а реальными свершениями в вашей, твоей жизни. Силы света Творца говорят через её любовь. И не просто говорят, показывают явью, как до сих пор ещё ни разу не показывали. Смотрите, какова сила женщины, сила чистой любви. За мгновение до смерти она может дать новую жизнь, поднять любимого человека, вырвать его из цепких лап темноты и унести в светлую бесконечность, окружить пространством любви и дать вторую жизнь, жизнь вечную. Её любовь, Владимир, вернёт к тебе любовь твоей жены и уважение дочери. Тысячи женщин, пылающими взорами любви, будут смотреть на тебя. У тебя, Боги, будет полная свобода выбора. И если из всего многообразия внешнего проявления любви тебе удастся увидеть и понять ту одну, она будет счастлива. Но в любом случае ты будешь и знаменит, и богат, тебе невозможно будет разорить. Написанная тобою книга будет разлетаться по миру и приносить тебе доход. И не только материальный. Она тебе и другим будет давать силу большую, чем физическое, материальное. Ну да, книжка действительно начинает расходиться. Но я сам написал её, хотя некоторые люди говорят, что Анастасия тоже каким-то образом помогала. Но вот как вы считаете, это только моя книжка или с её участием написана? Ну, ты совершил все действия, присущие писателю. Брал бумагу, вводил ручкой, описывал произошедшее. Некоторые свои умозаключения изложил своим присущим только тебе языком. Организовал её издание. Но твои действия ничем не отличаются от обычных действий писателя. Ну вот, значит, книжка только моя. Анастасия ничего этого не делала. Ну да, не делала. Ручкой по бумаге она не водила. Ну, вы так говорите, будто бы она всё же что-то, чему-то способствовала. Если это так, скажите яснее. Ну вот что она сделала? Анастасия. Анастасия Владимировна, чтобы ты смог написать эту книжку, отдала свою жизнь. Ну вот, ну совсем непонятным стало. Зачем? Как она может, живя внизу, жизнь отдать свою за книжку какую-то? Ну кто она? Она же сама говорит человек. Другие инопланетянка её называют богиней. Ну хоть как-то определиться для себя хочется. Всё очень просто, Владимир. Человек – единственное существо Вселенной, которое живёт сразу на всех планах бытия. В земной своей сущности большинство видит только земное, материализованное проявление. Есть те, кто ощущают сущности и другие, невидимые. Называющие Анастасию богиней не грешат перед истиной. Главное отличие человека в том, что он наделён способностью творить настоящее и будущее своими мыслями, создавая формы и образы, которые им материализуются впоследствии. От яркости, гармоничности и скорости мысли человека-творца зависит будущее. И в этом смысле Анастасия богиня. Ибо скорость мысли её, яркость и чистота образов формируемых, таковы, что она одна оказалась способной противостоять всей тёмной громаде противоположностей. Одна, только неизвестно, сколько времени сможет она выдержать. Всё ждёт, верит, что осознают люди, помогут ей, перестанут производить тьму и ад. Это кто производит тьму и ад? Предсказатели, верящие и говорящие о катастрофе конца света, сами и производят мысли и формы конца света. Множество учений, предрекающих всеобщую кончину человечества, своими мыслями и формами приближают её. Их много, очень много. И не подозревают эти люди, ища спасения для себя, ища земли обетованной, что им-то уж точно уготовлено ад. Но те люди, которые говорят о страшном суде, о катастрофе, верят в них? Они ведь искренне молятся за спасение своих душ. Да не вера в свет, в любовь, чем Бог является, бьет ими, а страх. И это страшное они к себе готовят сами. Ну подумай, Владимир, ну попробуй, представь себе. Вот мы сидим с тобой на этой скамеечке. Ты видишь сейчас перед собой множество людей. И вдруг часть из них начинает корчиться в судорогах от страшной боли. Грешники, якобы они. Вокруг много разлагающихся трупов. А мы сидим с тобой нетронутыми и наблюдаем. Наша скамейка находится как бы в раю. Но не разорвётся ли твоя душа от ужасающей картины происходящего? Ну не лучше ли умереть, уснуть на мгновение до такого созерцания? Ну а если спасённые будут в земле обетованной, где трупов разлагающихся не будет, картин страшных? Когда с другого края земли к тебе приходит известие о смерти близкого или родственника, разве не ощущаешь ты печаль, горе в душе своей? Ну каждый в этом случае, наверное, расстраивается. Так как же можно помыслить для себя рай, осознавая, что большая часть твоих соотечественников, друзей и родственников уже погибли, и другие умирают в страшных муках? До какой степени должна очерстветь душа, в какую пучину мрака погрузиться, чтобы, осознавая происходящее, радоваться? В царстве света такие души не нужны, ибо они и есть производная тьмой. А великие учителя человечества, написавшие и пишущие разные учения, для чего тогда о конце света, о страшном суде говорят? Кто же они тогда? Куда людей зовут? Зачем так говорят? Ну, трудно определить конечность их помыслов. Возможно, собрав вокруг себя массу людей, за счёт притягательности представления, они осуществят поворот в осознанности. Ну, поворот могут осуществить ныне живущие, а те, кто был раньше, учения-то свои оставили. И они могли готовить поворот в надежде, что последователи его осуществят, откроют истину. Может быть, ждут они, когда событийности бытия укажут большинству тупиковость пути, помогут событийности им повернуть к свету идущих с ними и верующих в них. Но если вы всё знали, то почему сидели в лесу и молчали столько лет? Анастасия говорила, что ваш род из поколения в поколение на протяжении тысячелетий ведёт такой своеобразный образ жизни, сохраняя истины первоистоков. В разных концах Земли есть люди, сохранившие отличный от технократического образ жизни, сохраняя присущие только человекоспособности. В разные времена ими делались попытки поделиться своей осознанностью. И всегда пытавшиеся погибали, не успев сказать существенного. Производимые их мыслями формы и образы были сильны, но противостоящих было великое множество. Так значит, и Анастасию они сомнут, растопчут. Анастасия непонятным образом смогла им противостоять. Но, по крайней мере, пока противостоит. Может быть, за счёт своей аллогичности. Или старик замолчал, задумчиво, водя палкой по земле, рисуя непонятные знаки. Я размышлял. Потом я спросил у него, зачем же она мне твердила всё время, что я человек, женщина, если она богиня, как вы говорите. В земной своей материализованной жизни она просто человек, просто женщина. И хотя образ жизни её несколько необычен, она так же, как и все люди, может радоваться и печалиться, любить и хочет быть любимой. Всё, чем она владеет, присуще человеку. Человеку в своём первозданном виде. Казавшиеся необычными её способностями теперь не кажутся тебе фантастичными, когда ты узнал о том, что говорит о них ваша наука. И ещё многим, внешне непонятным её способностям, будут найдены объяснения. И все они будут доказывать, что она просто человек, просто женщина. И лишь столкнувшись с одним явлением, и тебе это предстоит, ты не сможешь его понять, не сможет наука объяснить его, не знает и мой отец, что это такое. Подобное у вас называют аномальным явлением. Но я прошу тебя, Владимир, ты не отождествляй это явление с Анастасией. Оно бывает рядом с ней, но оно не в ней. Попробуй найти в себе силы увидеть, почувствовать в ней просто человека. Она старается быть как все. Для чего-то это нужно ей, и важно доказать, что она человек. Но это трудно дается ей, потому что принципы свои не может нарушить при этом. Но ведь свои принципы есть у каждого. А что это за явление, которому вы определение найти не можете, и наука не разбирается? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok